Блядь, ты думаешь, я, блядь, обоссал, сейчас холдок и все, что? Да ты уже обосленно, походу, хочешь? Мне вообще не страшно. Слушай, а... Да, блядь, мне вообще похуй, здесь, скажу, свою фамилию мочит, но он тебе ничего не даст. Ты понимаешь, тебе конец, все, я уже еду. Я билет до Красноярска купил уже. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Илья Монарх, юрист по банкротству, кредитный юрист. Сегодня у нас будут переговоры с коллекторами и не только. Сегодня получился достаточно забавный розыгрыш, где я в роли военкома и очень агрессивный молодой человек. Ну, в общем, повеселитесь от души, обещаю, там и коллекторы тоже будут, послушайте. Я напомню, да, что кому нужна юридическая помощь с банкротством физических лиц, с оптимизацией долгов, финансовая защита, пожалуйста, можете обратиться в мою юридическую компанию L-Line. А кому нужна помощь по вопросу получения военного билета, защиты от мобилизации, смены категории годности и иные вопросы, связанные с военной службой, с призывом, это моя вторая юридическая компания Армениет. Ссылки на мои компании есть в описании, там же ссылки на мой телеграм-канал, тоже, друзья, обязательно подписывайтесь, там много полезной юридической информации. Ну, а мы начинаем, погнали. Военный комиссариат, слушаю вас. Кто? Военный комиссариат, городом Москвы, слушаю. Да, вообще, похуй, кто это. Что, ты меня не слышишь? Молодой человек, вы как общаетесь вообще? Со старшим по званию. Ну, проблем, что ли, уходите, или что? Ты чем не хочешь, проблем создаешь, что ли? Ну, если вы хотите оказаться в окопе, то, в принципе, можем вам это устроить. В окопе? Где вы находитесь сейчас, молодой человек? Я здесь по дороге, неподалеку, здесь Мотыгина. Если ты мне хочешь обозначить, что я в окопе буду, я тебе, блядь, говорю, что я буду в окопе. Ты что в натуре? Врачок. Когда вы можете явиться к нам, военный комиссариат, подскажите, пожалуйста. У нас контракт для вас есть. Когда можете явиться, я спрашиваю? Для меня? Почему молчаем? Я тебе. Ты давай, блядь, блядь, рот сегодня открывай, слышишь ты. Уважение надо иметь. Какой военный комиссариат у вас там поблизости, я спрашиваю? Ты как разговариваешь со старшим по званию? У нас нет комиссариата в Мотыгина, нету, блядь, нету. Ты что, ты, бра... Езжай в ближайший населенный пункт, где есть военный комиссариат. Явиться и сообщить мне лично по этому телефону, что такое-то, фамилия, имя, отчество, явился. Готов на подписание контракта. Доложи. По этому телефону? Да. По этому телефону? По этому телефону, да, я сказал. Как твоя фамилия, имя, отчество? Мозги не ебимы, ты. Фамилия, имя, отчество, я спрашиваю, твое. А ну стоять, нахуй! Фамилия, имя, отчество! Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша! Да, блядь, мне вообще похуй, я скажу свою фамилию, имя, отчество, но он тебе ничего не даст. Ничего не даст. Так, еще раз вопрос задаю. Отвечать ровно и четко. Фамилия, имя, отчество. Нахуй, иди. Вот так нормально будет ответить? Молодой человек, мы уже вас запеленговали. Нашли ваше местоположение. Военная полиция уже вас разыскивает. Вот я напугался, блядь. Вот я напугался, блядь. Контракт уже для вас готовится. Поедете у меня сейчас родину защищать. Для меня? Да мне ваша родина в хуй не упиралась 200 лет, вы че, долбоебыш. О, вы уже договорились здесь, молодой человек. Я блядь, я пойду служить только зацепить, блядь, для наемников, блядь, пацанов, нахуй, но не для вас, долбоебов. Протокольчик будет составлен по статье 21.5. Не исполнение правил воинского учета. Да иди ты нахуй, иди ты нахуй, долбоеб. Оскорбление должностного лица при исполнении. Это будет второй у нас протокольчик. Готовьте, молодой человек, всю зарплату мне отдадите. Без денег останетесь. Я тебе сейчас, а ты бы если сказал, где ты находишься, я бы тебя сейчас сам лично нашел, и тебе свою зарплату лично бы занес. Да кого ты там занесешь, у тебя нет зарплаты, кого ты рассказываешь. Я в городе Москва нахожусь. Дурачок ты ебан. В городе Москва, военный комиссар, Новочеркасский район. Когда будете у нас? Давай я лично занесу, давай я лично занесу тебе. Жду вас, Новочеркасский район, город Москва, военный комиссариат Новочеркасский. Ну, я говорю, куда занеси-то? Давай я занесу лично, тебе сейчас. Слушайте, я так понимаю, у вас со слуховым аппаратом есть какая-то сложность техническая. Еще раз повторяю, военный комиссариат города Москва, Новочеркасский район. Алло, Валдимир Петрович, да, найдите мне этого, пожалуйста, собеседника. Доставьте прямо ко мне, у него тут два протокола уже висит на нем. Найди, 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 пробую. Почему не на защите родине? Почему не на защите родине, что же алкоголик сидит? И просто нахуй в вашей Мусаркиной я иду, резонанс жесткий. Ты че мне пиздишь-то, ты дурачок. Да кого ты там можешь найти, очко ты в своей заднице максимум можешь найти, дурак. Когда будешь у нас, я тебя спрашиваю. Как разговариваешь со старшим позвонком, эй. Алкоголик, тунеядецкий, где работаешь? Алкоголик, тунеядецкий? Испугался, да? Зассал. Алкоголик, тунеядецкий? Да ты не мужик, потому что. Да ты не мужик. Покажи, что у тебя есть яйца, приди к нам. Покажи, что у тебя есть яйца, приди к нам, я тебе говорю. Давай я прямо сейчас приду. Ты меня подождешь? Если я прямо сейчас приду. Конечно, я всегда тебя буду ждать. Я же на работе нахожусь. Для тебя контракт уже готов. Записывай адрес, дурак. Контракт. Ты почему-то разговариваешь, ты инкогнито. Отсюда же ты, дурачок. Ты как разговариваешь? Ты уже себе наговорил на полгода зарплату для военного комиссариата. Да иди ты нахуй, ебаный. Дура, ебаная. Полгода будешь мне зарплату заносить. И родину пойдешь и мне защищать. Там тебя боятся, строя исправят. Понял? Да, если ты мужик, ты скажи мне, где тебя найти. Прям шанс, где тебя найти. Если ты мужик. Ну а ты в каком городе находишься? Ты в каком городе находишься? Ты же мужик? Так я сбрасываю, ты на мои вопросы не отвечаешь. Я тебе позицию свою три раза уже сказал, ты все спрашивай. Я в Мотыгине, я в Мотыгине, ты, блядь, дьявол. Я в Москве нахожусь, ты из своего Мотыгина даже до Москвы добраться не сможешь. У тебя же денег нет. Если бы ты заключил контракт, у тебя бы уже и деньги были. И ты бы смог до Москвы добраться. Слабые вы все. А? Я же выжу тебе. Слушай, а Мотыгин это какая-то деревня, наверное, да? Или что это такое? Да, блядь, не иди мозги, блядь. Ты же знаешь, с кем ты разберешь. Я разговариваю с каким-то дебилом, да, я знаю. Просто мне интересно, что такое Мотыгина сейчас. Мотыгино. Красноярский край. Красноярский край, какая-то деревня, блин. Ой, жесть. Так, Мотыгина. Население 5000 человек. Ебаный врод. А че тебе, блядь, не справишься? Поселок расположен на правом берегу Ангары. 128 километрах к востоку от леса Сибирска. Жесть. Вот это задница мира. Как ты хоть там живешь-то в этой заднице, ужас. Блядь, ну как живу, так живу, блядь. А ты меня еще пытаешься предъявить, нахуй. Ты охуел? Да. Жесть, конечно. А туалет у вас там на улице или где? На улице. Жесть. А ты мне еще предъявить, блядь, пытаешься, нахуй. Я тебе говорю, ты охуел, блядь. Гонишь, что ли? Ну тебе надо зарабатывать и перебираться. Нормальный город, че там сидишь-то. А ты бухаешь вместо этого, видишь? Кто бухает? Как ты собрался переехать в Москву, если ты бухарик? Живешь, Мотыгина. Если я что? Молодец, конечно. Давно бы уже к нам пришел. В армию бы тебя отправили. Уму разума научили. В армии служил? В армии служил, я спрашиваю. Ну, почему не остался в армии? Ты там как-то разговариваешь, я говорю, было дело. Молодец. Ну все, давай, иди занимайся какими-нибудь полезными вещами. Сюда больше не звони. Потому что выездная группа за тобой уже выехала. Понял? Ой, да идите вы нахуй. Вы, блядь, все слабаки. Вы, блядь, я сказал, иди, сейчас приедем, так хотите. Вы так, блядь, давайте... Да я уже выехал. Или вы, блядь, только пиздец. Да я уже билет на Красноярска купил на РЖД прямо сейчас. Скоро буду, жди. Да, да, да. Где тебя найти? Да вы трусы, иди, ибаные, блядь. Вы трусы, ибаные. Да я уже выехал. Да я уже еду. Да я уже все. Ты не знаешь о том, что вы трусы? Жди, гад. А, ты, животное. Ты же знаешь, что вы трусы? Почему мы трусы? А? А почему мы трусы? Да потому что... Ну ты приди лично мне вопрос задать такой. Слушай, ну... Да ты уже обостренно походу хочешь. Мне вообще не страшно. Слушай, а... Подскажи, у вас там есть какие-нибудь гостиницы или что-то такое там? Где-то можно остановиться? Да я найду. Или можно у тебя там остановиться? Я сам лично тебе найду гости. Я сам лично тебе найду гости. Ну хорошо, хорошо, ладно. Ну все, давай, мы уже едем с военной полицией скоро. Заберем тебя. Эй, блядь. Поедешь в нормальный город. Вы, блядь, трусы все, ебаные. Парни, заняться нечем, реально. Меня зовут Кисель Елена Сергеевна, специалист отдела взыскания ООО «Эквита Капитал». Звонок поступает в интересах компании «Триумвират» бренд «Привет Кассет». Разговоры наши записываются, прервется ли будет необходимость, перезвоню вам. Артем Зуфарович, у вас сегодня получается первый день просроченной задолженности. Сумма неоплаты составляет 10 060 рублей, также доступно продление 614 рублей. У вас вчера получается был день сопережа, скажите, почему не оплатили вовремя? Да, на работе зарплату задерживают. В любом случае, я вас услышала, но в связи с просрочкой компания уже выставила требования, вам нужно будет сегодня в течение часа произвести платеж хотя бы на продление. Скажите, требования компании будут выполнены в срок? Нет. Сумма у вас на продление всего лишь 614 рублей. У вас сумма не имеет в данный момент? Нет, я сегодня суббота, коньячок покупаю, дорогой семью. Коньячок как раз где-то под 2000 рублей стоят. Скажите, давайте обратно на кассу. Да, конечно, счет еще. Сдурело, что ли? Ты окстись хоть такое говори. Ты что, женщина, успокойся. На коньяк мы не лезь. Коньячок, Андреевна, кем вам приходится? Любовница. Отлично. Может быть, она вам поможет? Тогда обращались к ней за помощью. Сейчас спрошу. Так, алло. Курлина, блядь, дерево. Ты че к моему мужчине лезешь, блядь, выдранная, хуйня, додранная, блядь. А не так, как меня слышите? Иди, блядь, очком торгуй. Сявка, блядь, дырявая. Ты че ты-то сидишь же, блядь, микрофон свой настроила в нашу сторону. Я тебе сейчас радиоволнами по струне настучу, если будешь продолжать в таком жетоне. Эй, алло. Ты с кем, блядь, разговариваешь? Пыльно. Ты, ты. Услышали меня, нет? Ты, ты, не с ней, которую не стерли. До свидания. Ты как разговариваешь? Слышишь, не базарь так нахуй. Это МТС Банк. Вам доступны кредитные каникулы на полгода по оплате ежемесячных платежей. Воспользуйтесь шансом облегчить ваше текущее финансовое положение и улучшить кредитную историю. Если хотите воспользоваться предложением, нажмите на... Что касается кредитных каникул, друзья, здесь нужно два момента важных понимать. Первое, то что это обычно как платная услуга оказывается, то есть ваши кредиты в итоге станут дороже. То есть да, вы ежемесячный платеж будете платить меньше, а может вообще ничего платить не будете, но вот весь ваш кредит он станет дороже. Потому что банк все оформит таким образом, как будто вы воспользовались дополнительной услугой от банка, за которую надо платить. И это внесут все в общий кредит. То есть ваш кредит становится дороже. Это первое, что нужно понимать. И второе, чтобы вам кредитные каникулы оформили, вам нужно документально подтвердать, что ваши доходы стали в среднем более чем на 30% меньше, чем за весь предыдущий год в среднем. Это доказать крайне сложно. На самом деле, если вы вдумаетесь, как это доказать, это будет очень сложно доказать. Очень много нужно справок, подтверждающие ваши доходы. Поэтому обычно всегда проще пройти банкротство. И как правило, кредитные каникулы не всегда помогают. Но если вы понимаете, что ваша неурядица с финансами, она такая временная, месяц-два, и потом, допустим, вы наследство получите. То есть какое-то существенное финансовое поступление вас ожидает через несколько месяцев, там 1, 2, 3, не больше, то туда есть смысл рассмотреть кредитные каникулы. Но если кредитов у вас много, то в этом большого смысла, конечно, нет. Потому что если один у нас кредит, то окей. Если там 5 кредитов, и вы по одному зачем-то оформляете кредитные каникулы, а по остальным платить не можете, в этом абсолютно никакого смысла нет. Здесь точно проще пройти процедуру банкротства физлиц. Друзья мои, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, сегодня так повеселились. Больше веселья было, чем какого-то конструктивного диалога. Подняли себе настроение. Напомню, что кому нужна юридическая помощь с банкротством физических лиц с оптимизацией долгов, финансовая защита, пожалуйста, можете обращаться в мою юридическую компанию L-Line. Ссылки для связи в описании. Там же ссылки на мой телеграм-канал. Тоже обязательно подписывайтесь. Я желаю вам удачи. До новых встреч. Пока.